Всех рад приветствовать на канале Меловой Ну, какое-то такое видео сейчас получится Давайте начнем с первой глины в ассортименте Так, здесь у меня как бы находятся Они все в просушенном виде, так как это будет идти на продажу У меня вот здесь вот чисто для себя Просушенные лежат куски каждого из видов А первый вид глин Это получается пластинка монолит Выглядит она довольно интересно Чем-то похожа на Туркестан плитки Ну, именно по структуре внешне, да Практически не маркая Ну, Туркестан плитки, наверное, по марче будет Описание ни одной из этих глин я не знаю Чисто вам говорю свое Как всегда, полное описание будет под описанием ролика И также в этом же описании ролика вы найдете ссылки на группу ВКонтакте Где уже будут и фотографии, и подробное описание То же самое и оформить заказ там можно В общем, давайте буду, как говорится, пробовать Я уберу сразу, наверное, вот так вот в сторонку Чтобы кушать над своей тарелочкой Так, ну, поехали Глинка, пластинка, монолит Откусывается довольно сложно Я бы сказал, очень сложно Структура у нее чуть-чуть скрипящая Вкус такой немножко земляной В то же время очень похоже на глину крупинка Чем похоже? Это тем, что Вкус каких-то будто бы кирпичей Знаете, вот чего-то такого Ну, возможно, то на то и есть Глина еще такая красная Чего-то, как обычно, я могу не договорить Потому что, ну Я в глинах не суперспециалист Да, я их попробовал около 30 штук И то вот для вас, для ролика Чтобы как бы Вы там клиент или люди Которым это все нравится смотреть Для вас это показать А так, в основном, я хрущу, конечно же, только мелом И не зря я его здесь себе положил Чтобы закусывать это все дело, да? В общем, что касается этой глины Подробного описания кого-то дать не могу Вы его увидите в описании ролика Поэтому давайте сразу перейду к следующей Возможно, следующей я что-то смогу сказать больше Одну из глин мы сразу же будем убирать Так как кусочек И ищем здесь эту глину Так Кусочек понятен Глина понятна Ну да Так Следующая глина называется Огунек Снаружи она тоже красная По структуре она уже чувствуется Что она более жирная Так, кстати, без залипания была И она такая рыхловато Когда ее кушаешь Эта глина такая более уже интересная Давайте попробуем А вот по структуре они прям один в один столь Просто Вкус такой интересный, пыльный Знаете, есть чисто меловой вкус и пыльный, да? А вот есть Видимо в глине что-то похожее Чисто глиняный вкус что ли Их очень сложно откусывать Это знаете Наверное проще всего Вот что та глина такая Монолитная какая-то была Что вот эта вот идет тоже такая интересная И Вот я бы его сравнил Какой-то будто мрамор, не мрамор Вот как они выглядят снаружи Та глина такая же была И откусываются одинаково И структура одинаковая Немножко скрипучесть есть То есть ты ее откусил Очень сложно Раскусывается она прям легко уже Когда откусил Реально такой пыльный классный вкус Вот он мне очень сильно понравился По ощущениям Да как будто реально кирпич какой-то откусываешь Очень сложно Нужно на мелкие-мелкие кусочки ее колоть Тогда будет удобно Я скорее всего так и сделаю Вам рекомендую Если заказ оформляете Попросите лучше мелкими кусочками Если нравятся большие Или самим колоть без проблем Просто есть такие клиенты Которые об этом заранее не просят Допустим кусковой мел Там заказали 3 килограмма 2 килограмма Кого-то одного сорта У меня хоп По этому объему подходит там кусок Я его положил Соответственно Ну а какие потом могут быть претензии Ну как я лично считаю Так как все-таки Здесь такой момент Что это индивидуально То есть кому-то наоборот Там более мелкими кусочками Могу положить И опять человек возмущается Почему небольшим Так вы попросите ребят заранее И никаких проблем Немножко будто какая-то сластинка есть Но реально их очень сложно откусывать И они похожи с тем Тот полегче даже можно было откусить Может не с тех глин я начал Вот это точно будет самое мягкое Это я прям вижу Либо это Либо это Вот это очень интересно Но они еще и кусочки как бы маленькие Поэтому думаю в любом случае будет легче Достаем следующий кусочек Ищем нужную глину Так Кусочек нам понятен А вот тут два кусочка Ага Вот это вот сюда А это у нас вот эта вот глинка Да ведь? Да Другой похоже не вижу Он кстати в форме такого сердца какая-то Как называется? Огонек слоистый А там был огонек тоже Это огонек слоистый Это немножко другой Ну тоже кстати довольно интересно Потому что там она литная Это такая рыхлистая Давайте будем пробовать Снаружи она тоже похожа на Туркестан Но уже на Туркестан белый Первый либо второй Потому что ну видно Что она такая легонькая На подъем так сказать Реально с огоньком С тем прям похожи вкусы А по различию получается Что? То что она гораздо легче откусывается Имеет малюсенькое такое прям залипание И тоже микро такое скрижание на зубах По оценке я тут не гора ставить Потому что в принципе глины не люблю Я буду говорить вам какие мне нравятся Из данных глин Лично мне Итак по поводу этой глины Она идет уже более такая марка Откусывается гораздо легче Имеет небольшое залипание Небольшую песочность Прям вообще маленькую Вкус очень-очень пыльный Но вот я вижу такое описание Подробное как всегда в описании ролика А вот это мне прям интересно сейчас будет Это вот эта вот глина Глина называется серебро Господи я надеюсь дальше уже будут различаться Потому что пока вот чуть ли не один в один по вкусу идут Интересно Эта глина по структуре на октабе похожа Именно когда пережевываешь Откусывается средне Ближе к сложному Структура колота безе Я не знаю Потому что ты когда его ешь Будто бы песочное Но оно прям растворяется 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 То есть вот этого вот скрипа На зубах этого ничего нет При этом она очень твердая Идет она вот такими вот слоями Не знаю оттуда вам видно Нет Как столбики такие Очень классная структура Опять же чем-то в сторону мело напоминает И поэтому же и схожесть с октабе имеется Или октабе вот тут я не знаю как называете Она мне понравилась Вкус Немножко сливочная Сначала вообще думал в сторону Астаны уходит Но нет Структура Чем-то похожа с глиной крупинкой Но она растворяется То есть крупинка Очень долго крупинку держит А это прям прикольная какая-то Я в общем Описание найду Со своим сравню И уже подробно я добавлю Ну в общем пока что Из того что я все вот здесь попробовал Три глины Да Четвертая Это вау Поехали дальше И следующий кусочек Это у нас Глинозаря Они кстати По структуре Внутренней Очень похожи с серебром И что-то мне кажется Что они и похожи в целом Сейчас будут Да Знаете почему Заря Потому что перелив идет от белого К розовому Поэтому скорее всего Заря Структура немножко разная Но опять же на вкус Вы вот эту разницу практически не поймете Разная Потому что я вот вижу сравниваю Тот кусок и этот Там прям грубая такая структура Внутри самой глины Здесь же она ровными такими линиями Слоями идет Перелив опять же Вот той по моему Тоже к розовому есть То есть Очень похожие глины Но та помягче Эта потверже Вкус практически один в один Так что Ребят как-то так Поедем к следующей уж тогда У нас эти прям похожи И по вкусу И по цвету И по виду Решил на секундочку Все-таки вернуться к глине Заря По маркости Они абсолютно похожи Вон кстати она марается Даже как мел То есть вот эта вот Октабэ глина Хотя опять же В Казахстане Там у них считается Она вообще мелом У нас ее считают глиной И тут неразбериха такая Если бы я считал это мелом Это был бы прям Мощный Очень Глиномел Святик Вот я бы так его назвал Но он прям Прям очень твердый Но у нее структура Вкус Такой чуть-чуть Меловой Сама по себе Рыхлая Я веду к тому Что она мне очень понравилась По структуре Меня тут просто на днях Спрашивали Что-то похожее на уральскую И вот Мелоедам Я бы смело Предлагал Глину серебро И глину Заря Потому что Ну это прям вау Залипания нет Из-за ее структуры Вкус такой Вообще прям Классный Чем-то напоминает Кстати даже Астану Но Для тех кто любит Потверже сорта Я бы советовал Заря Глина А помягче будет серебро Потому что Тут зубы можно сломать Сегодня какое-то капец Один клиент За заказом заедет Другой в итоге Я ролик прям В сумбуре В таком записывал Давайте Раз уж у меня тут Место освободилось Это все дело Поближе к себе Сделаем Чуть-чуть Хоть уральскую Похрышку Офигеть Положил уральскую Еще на тот момент Даже влажновато Немножко была Я ее сейчас пробую Я такой понять не могу Она же другая По вкусу Она просто весь Вкус Привкус имела Впитала в себя И по вкусу Стала вообще Другой какой-то Меловой Такой прям Вкус Насыщенный Стал Интересно Думаю Ладно Поехали к следующей Глине О Вот эту я как раз Таки следующую И хотел попробовать Вот эта глина Называется Она какао И вот знаете Как они идут Сначала идет серебро Потом на нее Похожая глина Заря И Следующий Самый темный Оттенок Но по цвету Они все три Похожи Это глина Какао Но здесь Прям идет Перелив От очень светлого Прям К очень темному И что-то Мне подсказывает Что Вкусы Сейчас будут Повторяться Ну поехали Фигеть Они все твердые По твердости Это Глина Заря Тоже очень твердая И блин Структура Та же Она тоже идет Рыхловатая Очень такая Классная Самая классная Из всех трех Наверное В глине Серебро Структура была А дальше Чем они темнее Грубо говоря Да Идут Тем структура Становится Чуть-чуть похуже Что Относительно Вкуса Блин Судя по структуре Это Глина Вот это Глина Вот это Глина Блин Что-то Мне кажется Туда же Пойдет Вот в эти Четыре Опять же Ну сейчас Узнаем Ну похоже На те Вот опять же Сейчас Когда уже Описание Найду Всех сортов Посмотрю В чем Они вообще Разнятся Эти описания Тогда свое Какое-то Добавлю Но это Немножко Отдает Солинкость Что-ли Какой-то Структура Чем-то На кембрику Ближе Уже Похожа Те Немножко Различаются И опять же Перелив Вот у нее Да Есть Где-то Вообще От розового К белому Где-то Вот От прям Темного К белому По ощущениям Так Разные Слои Этой Глины Ну а Соответственно Раз Слои Разные То Они Могут И по структуре Отличаться И по вкусу Отличаться Поэтому Нужно разобраться С описанием Полностью Потом уже Сделаю Какие-то Выводы Ну поговорим Об этих Глинах Еще в Следующих Роликах Пока что Поедем К следующей Я думаю Вот это Должно Сильно Отличаться Это Должно Сильно Отличаться Поехали Хочется Уже Чего-то Другого Я перейду Вот к этой Глине Эта Глина Называется Матрешка Выглядит Она Следующим Образом Она Розового Цвета Где-то Прям Очень Темно-розового Где-то Светло-розовый Ну и Такие Переливы Идут Я думаю Здесь Плюс-минус Вы Все равно Должны Это Видеть По маркости Она Самая Марко Из всех Тех Которые Сегодня Были По ощущениям Вы знаете Глины Бывает Трогаешь Да Вот Калстану И по ней Сразу Понятно Что Она Сливочная Жирная Здесь Из всех Этих Глин По-моему Ни одной Такой Прям Очень Сливочной Не было Особенно Которые Ты По структуре Понимаешь В этой Глине Тоже Не до Конца Понятно Но Она Будто Дает Надежду На То Что Она Будет Такой Офигеть Вкус Если Мы Сравниваем Со Всеми Предыдущими Длинами Совершенно Другой Офигеть Но Структура Точно Такая Же Как Они Могут Быть Настолько Похожими Я Не Понимаю Ну Это Наверное Даже Классно Потому Что Структура Вау Если Была Астаны Была Такая Структура Это Было Было Просто Супер Единственный Момент Что Их Сложно Назвать Сливочными Они Воздушные Легкие Все Но Лучше Такие Глины Откусывать Знаете От каких От таких Кусочков Прям От маленьких Знаете Откусил Побольше Будто Была Немножко Сливочная Но До Останы Прям Далеко Но Структура Вау Всех Вкус Тоже Немножко Соленоватостью Отдает Офигеть Твердый Хотя Опять же Вопрос Твердый Ли Они На самом Деле Настолько Насколько Я говорю Потому Что Вот Этот Весь Мешочек Который Для себя Сушил Я Сушил На Батарее Батарея Сейчас Просто Раскочегарены Ну И за ночь Они Могли Немножко Пересушиться Поэтому Когда Все Это Дело Подсохнет Сниму Еще Один Ролик Да И В Принципе Сам Попробую Чтобы Понять Действительно Ли Они Настолько Твердые На Мое Удивление Они Так Классно Рассыпаются То Нет Такого Что Прям Знаете Как В песочных Сортах Попадаются Прям Камушки Вот Эти А Здесь Все Идеально Так Растворяется Вкуса Не Понимаю И Все Так Что Тоже В общем В Описании Пока Что Ни Одна Глина Не Светилась Так Чтобы Я Ее Понял Вот Уральская Другое Дело Когда Уральская Закусываю Вау Насыщенный Вкус Я Думаю Почему Мне Два Кусочка Осталось Я Аж Один Сюда Положил Давайте Следующая Блин Это Самая Твердая Наверное Будет Один Кусочек Так Положу Начнем Давайте Вот С этой Глина Розовая Пудра Ну Розовая Понятно Почему Маркость Средняя По Структуре Один В Один Она Просто Розовая Узбечка По Структуре По Виду И Так Далее Но Как Говорится Давайте Попробуем Что Из Этого Получится Офигеть Он Так Мелом Пахнет Не Знаю Как Это Связано Давайте Давайте Я его Чуть Покромсаю Знаете Я его Когда Ломал Такое Чувство Было Будто Кирпич Раскалываю Что Я могу Сказать Структура Все Предыдущие Глины Вкус Какой-то Очень Миловой А вот От маленьких Кусочков Очень легко Откусывается И она Реально Похожа На Розовую Узбечку Но Структурой Не Совсем Вкус Раскаленных Кирпичей Появился Для Меня Все Эти Глины Прям Загадка Они Конечно Чем-то Друг От Друг От 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 Это Все Глины От Одного Поставщика Возможно Поэтому Они Опять Где-то Схожи Ну Вот Я Даже Кстати Посмотрел У 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 Их Даже По Виду Я Смотрю Видно Что Они Мягче Где-то Есть Жирные Прям Сорта Ну Вот Этих Прям Структура Повторяется И Повторяется Поэтому Пока Что Мне Больше Всего Понравилось Серебро Едем Дальше Поперем С этой Начнем Вот Этот кусочек У меня Тоже Был Просушен От Этого Отломлен Здесь Она Очень Рыхлистая На Что Она Похожа Ой Название Не Сказал Пластинка Там Была Пластинка Монолит Это Просто Пластинка Называется Похоже Лена Что То Что Что У Есть В Ассортименте Ну Максимум Это Наверное Туркестан Белый Первый Самый Мягкий Больше Ни На Что Не Похоже Она Прям Кур А Глина Еще То Наполеон То Юпитер Наполеон По Моему Она Прям Такая Крошится Вся Вот Это Такая Ж В общем По Маркости Сложно Сказать Практически Не Марко Прям Что То Очень Сильно Напоминает Какой Никакой Хруст Присутствует Но Откусывается Очень Легко Она Прям Очень Мягкая Знаете Что Напоминает По Вкусу Тунгыш Тарас Зеленый Вкус Пища Бумаги И Просто Один В Один Идет Вот Эта Глина Она Вообще Ничем Не Похожа На Предыдущие Не Имеет Залипания По Структуре Ну Скрипа Как такового Нету Хотя Моментами Где-то Чуть Чуть Прослеживается Но Практически Нет Вкус Реально Просто Тунгыш Тарас Не то Чтобы Зеленого Они Плюс Минус Где-то Все По Структуре Это Конечно Похоже Где-то Вкус Пищи Бумаги Где-то Он Немного Отличается Но Вот Здесь Именно Вкус Пищи Бумаги Тунгыш Тарас Вообще В целом Ну Ну Верное Это Мой Фовар Ильюс Всех Этих Глин Хотя Вот Блин Серебро Мне Понравилось Этот Кусочек Лучше Вот Сюда Ну Что Сделаем Вот Так Для Начала Поменьше Кусочек Есть Ну Мил Это Конечно Прям Вообще Другое Ело Эту Глину Страшно Смотреть У меня Уже Зубы Болят Потому Что Все Предыдущие Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Глин Пыли Твердехоньки А Вот Это По Структуре Как Она Выглядит Она Реально Тупо Мрамор Просто Я Не знаю Гранит Вот Выглядит Именно Так Давайте В общем Пусть Это Уже Здесь Стоит Глина Называется Городецкая Структура У нее Похожа На Как Она Называется Еще Разок Пластинка Монолит Была Вот Структура Очень Сильно Похожая Также На Глину Сердце Она Очень Сильно По Структуре Похожая Но По Этой Прям Видно Что Это Просто Камень Твердехонький Ну Вот Снаружи Как Это Выглядит Ну Давайте Пробовать По Маркости Ну Прям Минимально Все Знаете Какая Еще Особенность У Этих Глин Они Выглядят Реально Как Мрамор Если Их Разломать Во-первых На Маленькие Кусочки Во-вторых Если Их Вообще Замочить То Они Вообще В Кашу Превратятся То Сеть Глины Под Водой Прям Думаю Себя Вообще По-другому Будут Показывать Давайте Проверим 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 Были Даже Сложно Сказать Как Она Себя Проверим Проверим А Вот Это Уже По Вкусу Как Милом Запахло По Вкусу По Структуре Стало Да Я Понял Что Мне Напомнило То Что Я В Воду Окунул Я В общем Когда-то Хотел Сделать Прикольный Ролик Сблизи Чтобы Заснять Розовую Узбечку Ее Когда Намачиваешь Ну Вот Ты Ее Допустим Под Краном Намочил Прям Провел Вот Так Вот Рукой Везде Ее Очистил Она Прям Так Шикарно Выглядит После После Положил На Батарею Она Вся Высохла Я Думаю Сейчас Подсохнет Будет Вообще Классно Для Ролика Подсохла Вся Потрескалась И Стало Выглядеть Ужасно Вот Это Выглядит Так же То То Она Намокшая Выглядит Так Начинает Прикольно Но Когда Подсохнет Она Потом Вся Трескается И Это По Вкусу По Структуре Очень Сильно Давайте Я Возьму Кусочек Розовой Узбечки Просто И Мы Сравним Розовая Узбечка Кстати Последнее Время Приходит Ни Хрена Не Розовая Какая Очень Темная Такая Я Вообще Назвал Коричневая Как Туркестан Тот Же Самый Хотя Она Должна Быть Розовой Должна Быть Вот Такой А Приходит Вот Такая Ни Хрена У Мне Только Сейчас Заметил Тут Сколько Месс Особенно Ну Ладно Давайте Попробую Офигеть В Разовую Узбечку Чудая Очень Давно Не Пробов Сыгновада Ну В общем Смотрите Вкус Похожий Структура Похожая Но Узбечка Гораздо Мягче Идет Узбечка Залипает В общем Я бы Сказал Так Это Вот Я бы Назвал Розовая Узбечка 1 И розовая Узбечка 2 Разница Следующая Это Намного Тверже Из-за Того Что Она Тверже Соответственно Структура Другая И Она Становится Рыхловатой Из-за Этого Уже Отсутствует Залипание И Салиноватой Здесь Прям Она Вообще Еле Прослеживается А там Я сейчас Попробовал Будто Не розовая Узбечка Голубая Просто По сути По описанию Розовая Узбечка Не должна Вот такой Глин Отойти Потому Что Реально Твердёхоньки Ужинает на Ужинает на Ужинает на ну в общем мелко как вы поняли я люблю больше песчаночка уральская некоторым комментариями иногда поражает да вот по моему я посылку открывал которая мне вернулась из-за границы которая год нам колесила тут у меня пеленые милки лежали там в комментариях кто-то написал у вас же вся пыль на бруске упала это же там не гигиенично и так далее и вот поражаясь тому что мы с вами едим мелы глину которая не то чтобы годами она веками лежит породе в земле по ней веками ходили люди животные и не только ходили и вы удивляетесь то что попала меловая крошка конечно я очистил причем тут не гигиенично на него попала та же самая меловая пыль крошка и так далее которая в общем это самое скажем так безовидно что с этой глиной за всю жизнь ее случилось либо мелом да в общем какой-то такой ролик получился глина пластинка по-моему монолит как пластинка да вот эта пластинка мне понравилась больше всего в общем пластинка и глина серебро мои фавориты на сегодняшний день из раз два три 4 5 6 7 8 9 из 10 глин не прав вот эту тарелочку в этот расчет какой-то такой ролик получился как всегда если вы поставите лайк я буду только рад потому что это так скажем мотивирует меня снимать дальше ролики следующий ролик примерно будет такое же количество по глина и я думаю там они уже должны прям различаться потому что поставщик там немножко побольше и сорта должны прям быть разные в общем спасибо большое всем за просмотр совсем скоро мы увидимся с вами на следующем ролике я просто охрене сегодня его редактировать ну как-то так так